Анатолий Иванович бодро машет рукой своей дочери, которую не видел с начала марта. Мужчине 101 год. Он один из самых возрастных жителей региона, кому удалось побороть опасный недуг. Все дни, которые здесь я провел, они пойдут мне на пользу, конечно. Настроения бодрые, самочувствие хорошее. Что еще можно сказать? Большое спасибо всему персоналу. В больницу Анатолий Шишкин поступил в тяжелом состоянии. Легкие мужчины были поражены более чем на 50%. Для человека такого почтенного возраста это серьезный риск. Тем более, что в его случае болезнь проявилась не сразу. Мы подумали, что у него депрессия, что-то такое состояние у него как бы ухудшалось. Но мы не придали этому значения. А потом уже он стал отказываться от еды, от воды. Какие-то симптомы стали проявляться. Потом температура. Для Анатолия Шишкина это первый перенесенный ковид-19. Вообще же в городской больнице номер 4 замечают. Опыт лечения возрастных пациентов у них довольно большой. Рекорд медучреждения – пациентка 104 лет. При этом важно не упускать из виду сопутствующие заболевания. Мы выявили и другие заболевания неинфекционные по легким. Хроническая обструктивная болезнь легких. Проведена была таргетная терапия. Два раза капули антиковидную плазму. Ну и плюс другие препараты, которые идут по клиническим рекомендациям. Плюс лечили мы и сопутствующие заболевания. В настоящее время где-то две трети наших пациентов – это люди старше 65-70 лет. Не только ковид определяет состояние пациента, но и возраст, сопутствующие патологии. И очень большую роль играет желание больного поправиться. То есть больные должны себя, пациенты, вести самоотверженно, помогать нам в своей борьбе с ковидом. После выписки из медучреждения Анатолий Шишкин будет находиться на амбулаторном лечении. Кроме родных и близких, признается мужчина, соскучился еще и по любимому хобби – шахматом.